МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ереване приземлились 20 самолетов с российскими миротворцами. Арцах – это Армения. Армяне проводят демонстрацию перед консульством Турции в Нью-Йорк. Тысячелетние пещеры Себастии. 16 ноября 1945 года – день основания ЮНЕСКО. Президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян посетил северные пограничные позиции, в том числе Каравачар Мартакерт. Встретился с российскими миротворцами и побеседовал с ними. В беседе с президентом армянские военнослужащие заверили, что не покинут боевые позиции, они готовы выполнять свои обязанности до конца, защищая родные рубежи. Президент Западной Армении Арманак Абрамян пришел к убеждению, что военнослужащие полностью контролируют веренную им границу, хорошо сознают возложенную на них ответственность. В Степанакерт в сопровождении российских миротворцев вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны России. В колонне из 19 автобусов вернулось в Степанакерт 475 человек. Колонна проследовала по маршруту Ереван-Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта. Российские военные обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения. Президент Республики Армении Армен Саркисян 15 ноября с краткосрочным в несколько часов рабочим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает Армен Пресс, со ссылкой на пресс-службу президента Армении, в Абудабе президент Саркисян встретился с наследным принцем Эмирата Абудаби, заместителем Верховного Главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом бин Зайдом аль Нахаяном. На встрече также присутствовал советник президента ОАЭ по национальной безопасности Тахнун бин Зайд аль Нахаян. Шейх Мухаммад бин Зайд аль Нахаян приветствовали визит президента Саркисяна в ОАЭ и передали пожелание президента Объединенных Арабских Эмиратов халифа бин Зайд аль Нахаяна. Президент ОАЭ пожелал Армении и армянскому народу прогресса и процветания. Наследный принц выразил поддержку ОАЭ, прекращение огня между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду, что это будет способствовать безопасности и стабильности в регионе. Президент Саркисян поблагодарил шейха за слова поддержки, а также за незаменную готовность и практические шаги по дальнейшему развитию отношений между двумя странами на всех уровнях. Президент Арман Саркисян выразил признательность за поддержку, оказываемую ОАЭ Армении в борьбе с коронавирусом. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с укреплением дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами и народами двух стран в качестве основных направлений развития, назвав сферы экономики и инвестиций. Собеседники также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 «Руслан» военной транспортной авиации ВКС России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленными в Армению для участия в миротворческой операции в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах Еревана. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружений и военной техники. В течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 58 единиц техники, бронетранспортеры, грузовые автомобили, повышенные проходимости, автоцистерны, эскаваторы и другое. Минобороны России продолжают переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Армянская молодежная федерация Шестен движется к зданию редакции The New York Times в Нью-Йорке требуя немедленного расследования и опровержения статьи главы Турецкого бюро New York Times Карлотты Галл об Арцахском конфликте. Как сообщает Армен Пресс, участники акции протеста скандируют «Освещай истину, скажи правду». Они размахивали флагами Армении и Арцаха, поднимали плакаты с надписями «Остановите турецкого Гитлера, мир Армении и Арцаху». Пещеры в области Кюрин, провинции Себастья, Западной Армении ждут своего открытия. Поселок Марага, расположенный в 49 километрах от центра области Кюрин, привлекает внимание своим петроглифам. Считается, что христиане, бежавшие от гнета римского владычества, в первые годы христианства нашли убежище в этих пещерах, а петроглифы возрастом 1700 лет проливают свет на историю религии. После 1992 года это место было объявлено заповедной зоной, но пока что не предприняты шаги для популяризации этих мест. ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры была создана 16 ноября 1945 года в Лондоне правительством 37 государств и являлась формальной преемницей созданного в 1925 году и ушедшего в небытие Международного института по интеллектуальному сотрудничеству. Целью создания данной специализированной структуры ООН стала содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций для всех народов без различий расы, полоязыка и религии. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже. В ЮНЕСКО в настоящее время входят 193 государства членов, два государства-наблюдателя и 11 ассоциированных членов. Сегодня, как никогда, важны шаги ЮНЕСКО по сохранению армянских исторических памятников в Арцахе. Поскольку Азербайджан и Турецкий террористический союз всегда отличался жестоким и варварским обращением с памятниками истории и культуры, особенно армянскими. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию армян Григориан Мукац Мерза. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеганала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры сделал DimaTorzok